всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор мне нередко задают такой вопрос а можно ли подключить шрифты например тот же самый google фонд локальным то есть и какая от этого пользы и будет ли вообще польза мы уже раньше подключали эти шрифты если вы не знаете то смотрите видео по ссылке в описании сервис google фонд вкратце сейчас скажу что здесь большое множество шрифтов и всех их можно подключать с помощью ссылки либо линк либо импорт в css и таким образом у нас любой из этих шрифтов вы видите сколько их здесь много подключается на наш сайт и мы можем его использовать но это довольно заметно нагружает наш сайт и заставляет его грузиться чуть чуть дольше а иногда даже намного дольше в зависимости от того насколько много шрифтов вы используете поэтому сейчас я вам покажу способ как их скачать отсюда подключить их локально к себе к сайту и скажу вам что это действительно очень сильно ускорит время загрузки сайта так как ему не придется постоянно подгружать шрифты серверов google и если вдруг какая-то проблема с серверами то у вас все будет работать так как она будет находиться на вашем хостинге локальным либо же удаленном здесь я подготовил такой файл вы видите здесь просто два абзаца текста сейчас для этого дела я скачал два шрифта смотрите например вот такой выбираю и какой-нибудь чтобы было видно отличие ну пусть будет вот этот вот шрифт мне очень нравится а теперь здесь у нас снизу такая вот стрелочка вы видите нажмем кнопку скачать вот здесь у нас справа download this selection сохранить файл вот у нас наши шрифты извлечем их в нашу папку и нас интересуют вот эти файлы ттф давайте скопируем их отсюда все остальное можем удалить два файла со шрифтами вырезаем их и переносим в нашу папку где у нас будет наш проект я пока что вставляю в корень но вы можете отдельно создать папку fonts и в ней будут все шрифты если их у вас много а теперь смотрите что мы сделаем в файле style css мы напишем такую вот вещь собачка f и нажимаем tab с помощью эмит у нас появляется вот такая вот система font family здесь мы пишем любое имя абсолютно любое сами его придумываем но предлагаю вам написать так чтобы было понятно пусть будет вот так вот сюда вставляем путь можно в кавычки а сюда вставляем название я вот сейчас специально удалю вот это вот региор чтобы вы понимали что здесь название вообще не влияет она абсолютно рандомно может быть придумано здесь у нас путь здесь название и теперь нам нужно еще раз проделать то же самое для нашего второго шрифта конечно же вот здесь нам сейчас нужно будет добавить точно также . ttf и название укажем пусть будет фред вот так здесь тоже можно написать например вот так вот и это все будет работать смотрите теперь как это применять здесь мы уже подключили эти шрифты с помощью вот таких вот свойств теперь мы пишем font family и название например вот это вот у нас будет фред а здесь у нас будет сакраменто 1 пишем здесь именно название которое мы сами придумали оно именно для этого у нас и создано и смотрите обновили страницу видим что у нас все прекраснейшим образом применилось также в зависимости от того какие вы выбрали настройки шрифта выбрали ли вы жирный шрифта тонкий и так далее вы можете указывать font weight bolt например видите немного изменилось и и разные другие значения давайте посмотрим какие здесь есть например 500 вот 700 у нас уже есть 800 нету но видимо у нас здесь одно единственное 700 но тем не менее все довольно просто вы видите как буквально в несколько строк мы подключили шрифт дали ему название и в дальнейшем с помощью font family в любом месте можем применять данный шрифт все действительно очень просто внимательно смотрите на сайте google font все те настройки шрифта которые вы можете сделать там и выбрать себе его разновидности скачивайте шрифт и подключайте его локальным образом это сильно ускорит загрузку вашего сайта и не будет тратить у пользователей много времени поэтому я надеюсь данное видео было вам полезно и я ответил на ваш вопрос ставьте лайки и подписывайтесь на канал чтобы поддержать его развитие пишите ваши вопросы и пожелания в комментариях и до скорых встреч в следующих видео уроках вот Продолжение следует...